Всем привет! Недавно у меня появилась кое-какая новая канцелярия и решила вам ее показать. Что-то вы уже видели в творческих влогах, а что-то конечно же будет новенькое. И для начала хотела я показать вам блокнот, который я себе купила. Такой вот новый скетчбок. Здесь 80 страниц и 120 грамм на квадратный метр. Покупала я в читай городе. Это не в интернет-магазине, а именно в самом магазине читай город. 140 рублей стоил такой вот блокнот. Понравилась очень удобная пружинка, то есть можно страницу корочку перекладывать так, чтобы можно было удобнее что-то писать или делать какие-то зарисовки. Думаю, будет очень удобно. Листы не тонкие, но и не совсем уж очень толстые, ну то есть не как акварельные, но и не как офисные, то есть достаточно плотненькие. И не полностью гладкая, немножечко шершавая такая вот бумага. Беленькие страницы, достаточно толстенький такой вот блокнот, скетчбок, кто как их называет. Понравилось. Вообще расцветки были разные, мне захотелось именно с такими вот забавными котиками взять такой вот блокнот. Следующая это у нас раскраска. Давненько я хотела ее, ну как давненько, где-то после Нового года. Я на Новый год увидела у девчонок в работах, как они раскрашивают эту раскраску. И решила, подумала, что она мне тоже нужна. Я в последний раз как-то уже показывала, я взяла, я люблю раскрашивать цветы. Мне она понравилась, понравилась и бумага более-менее нормальная. А в этой, тем более, здесь можно сказать односторонние иллюстрации, потому что здесь вот с этой стороны они повторяются. Если вдруг вы захотите, чтобы я сняла более подробный обзор, то обязательно пишите. Вроде как Новый год, еще сейчас не Новый год, но все равно он приближается же потихоньку. И хочется что-то раскрасить именно новогоднее. Иллюстрации мне понравились. Кому-то они нравятся, кому-то нет. Мне они понравились. Вот тем более сейчас у меня есть разные фломастеры с блесками. И вот почему бы не проскрашивать на Новый год такую простенькую и в то же время очень симпатичную игрушечку. Их тут очень много. Разные подарочки, снеговички, птички новогодние. То есть такая вот. Это у нас здесь художник Ксения Громова. Здесь идет вот такая вот страничка. То есть здесь иллюстрация. Здесь тоже как бы можно раскрашивать, но они более такие вот мелкие с этой стороны. И они повторяются. То есть вот здесь такая. Здесь с зимней одеждой, с подарочками, елочки. И по-моему сейчас, да, вот здесь пока еще снежинки. И вот начинается повторение. То есть вот такая вот раскраска. Так, я понимаю, она на склейке. Да, на склейке. Ну, я думаю, если аккуратненько с ней обращаться, то ничего не будет. Стоила она мне достаточно выгодно, потому что у меня... Это я заказывала в интернет-магазине Читая Город. У меня есть карта. И на карте уже были баллы. И она мне вышла всего, по-моему, 75 рублей. Это раскраска. А так, без баллов, она что-то около 150 стоила. Ну, такой вот небольшой вариант. В то же время симпатичная. Так, следующее я вам хотела показать. Это, может быть, кто-то не видел. Я показывала свою покупку таких вот фломастеров-кисточек. Покупала я два набора. Снимала полный обзор этих фломастеров. Полностью была, ну, как бы можно сказать, разочарована этими фломастерами. Ну, сейчас вот они у меня стоят вот в таком вот положении уже, наверное, недели две. Ну, конечно, все так же они полосят, но где-то же... Я их сначала хотела отдать кому-нибудь, племяннице или крестнице. Ну, а потом в итоге подумала, может быть, где-то все-таки пригодится. Может быть, где-то фон покрыть. Ну, то есть, сейчас я покажу вам выкраску. У меня получилось здесь два набора по семь штук. И вот только два красных у меня повторяются. Остальные не повторялись. Так, сейчас я вам покажу. Так, вот выкраска этих фломастеров-кисточек наверху. Не нужно смотреть это, потом я вам покажу, чтобы не путаться. Вот. Вот так выглядит выкраска. 99 рублей стоил один набор. Семь таких вот фломастеров-кисточек. Ну, в итоге... Нет, не сказала, что прям уж сильно-сильно я ими разочарована. Ну, то есть, я сначала хотела побольше наборов взять, чтобы цветов можно было еще больше, чтобы было разнообразие. Но в итоге подумала, что нет, мне этих двух более достаточно. Можно было даже одного. Вот. Единственное, был бы еще черный, было бы вообще замечательно. Потому что черным бывает нужно фон сделать или где-то какую-то рамочку обвести. То есть, пригодился бы. То есть, такие вот фломастеры-кисточки. Следующее я вот уже переложила в такой вот пенальчик. Тоже снимала я подробный обзор вот на вот эти фломастеры. В этом наборе тоже стоило 99 рублей. Но этим набором я очень довольна. Здесь у нас идет просто пять цветных фломастеров и четыре блестящих. Все-таки, возможно, я и куплю еще один набор. Если вдруг попадут какие-то интересные цвета, мне здесь даже, знаете, больше понравились сами фломастеры. Фломастеры очень-очень мягкие. То есть, вот которые просто вот пять цветных. Но хотя блестящие тоже очень хорошие. Сейчас я вам покажу выкрустку тоже на них. Здесь идут в наборе. Вот такой набор четыре блестящих. Таких вот. Они, конечно, знаете, больше на маркеры похожи, а не на фломастеры. Потому что у них достаточно такой вот большой пишущий узел. Он немножечко вот здесь изначально у меня был деформирован. И у меня еще попался один синий бракованный. Здесь вот сломан был вот... То есть вот здесь сломан пластик вот здесь. Ну, пока вроде все нормально. Ничего не вытекает. Я их понемножечку уже начала раскрашивать. А фломастеры здесь очень хорошо закрываются. Такой вот толстый у него край, стержень. Но он может писать как толстым, так и тонким краем. То есть рисовать можно и большие фоны закрашивать, и маленькие. То есть очень-очень удобно. И вот такая вот выкраска. Так, вот так выглядит. Посмотрите, как блестят эти четыре фломастера. Видно очень хорошо. И вот здесь вот это просто фломастер. Можно провести как тонкую линию, как толстую. И цвета очень красивые. И мне понравились вот именно сами тоже вот эти фломастеры. Потому что они очень мягко пишут и практически не полосят. Сами по себе фломастеры очень хорошие. Так что если кто думает взять или нет, то присмотритесь. Могу порекомендовать такие фломастеры. Так, следующее. Это у меня набор вот таких вот фломастеров. Это уже купили тоже в Читай-городе. Но именно просто в магазине. Я считаю, что для этих фломастеров довольно-таки большая цена. 297 рублей. Хоть у меня там и карта есть. И возвращают мне баллы. Так, пару рублей 30 у меня вернулось потом на карту. После покупки вот этих фломастеров. А здесь у нас 30 цветов. Это рисовашка, знаете, наподобие каляки-маляки. Чернила на водной основе. Легко смывается с рук и с одеждой. То есть этими фломастерами можно рисовать как на теле, так и на одежде. Ну и естественно на бумаге тоже. Прошу прощения, у меня открыто окно. Очень жарко. Какие-то звуки есть ли. Сейчас я вам покажу выкраску этих фломастеров. Ну, не очень они мне понравились, если честно. Вот выкраска. Они довольно сильно, считаю, полосят. Не все, но в основном полосят. Но достичь голубенькие. Вот я в основном и тоже брала. В магазине попробовала. Там была бумажка, на которой можно было проверить. Но все-таки мне там показалось, что он более-менее нормально пишет, рисует. Ну, в итоге дома начала, когда уже их тестировать на своей бумаге. И поняла, что так себе. Ну, использую. Очень много у меня и раскрасок по номерам. И у меня, и у дочки. Кстати, вот не показываю. То, что и дочери Клартроник тоже купили вместе в Читай-городе. И цветовые квесты у нее есть. И животные, и просто цветовой квест. Тоже все вместе покупали. Ну, может быть, она сама захочет на своем канале показать их. Я не знаю, не спрашиваю у нее. Вот такой вот набор фломастеров. Вот такой давайте. Выглядит достаточно просто. Очень-очень тоненький. И такой вот тоненький такой вот фломастер. Запаха, конечно, никакого нет. В общем-то, так нормально. Думаю, тоже потихоньку будут использоваться. Они, тем более, цвета разнообразные. Не повторяются. Есть достаточно нежные такие вот цвета. Два сереньких. Тоже часто можно использовать их. Ну, то есть, в общем-то, неплохой набор. Но можно было и не брать. За эти деньги можно было даже кахеноровские карандаши взять. Ой, фломастеры взять. Ну, я что-то... Ну, ладно. Не сильно расстроилась. Ну, и радости получила мало. То есть, когда я так забирала заказ. Люблю раскрашивать Новый год. Я вместе с этой раскраской заказывала вот такие вот фломастеры с блестками. Каляка-маляка. Стоили они у меня так 250 рублей. Так они стоили что-то около 300. Но так как у меня по карте скидка. И обошлись они мне в 250 рублей. Здесь 8 цветов. Единственный один фломастер у меня пришел бракованный. Заменить было нечем. Например, даже если бы в магазине было и обменять. Но не было. То есть, вот здесь у меня сломан колпачок. Ну, я думаю, ничего страшного в этом нет. Но все-таки не очень приятно, когда получаешь заказ. И в итоге колпачок лопнувший. То ли при доставке так произошло. Ну, то есть, вот такие вот фломастеры с блестками и сам колпачок, и сами фломастеры. Вот так выглядит сам фломастер, стержень. Ничем не пахнет. Просто написано Каляка-маляка. И сейчас покажу на них выкраску. В общем-то, фломастеры мне эти очень понравились, хочу я сразу сказать. Очень-очень мягкие. Практически не полосят. Восемь цветов. Я их, кстати, купила раньше, до того, как я купила фломастеры, которые с фикс-прайс. Вот тот набор с 99 рублей, который я показывала, где 4 фломастеры с блестками. Вот эти я купила раньше. Так, ну и вот выкраска. Вот они. Восемь цветов. Ну, я думаю, видно. Они очень красиво блестят. Они, мне кажется, блестят более нежно, чем из фикс-прайса, которые фломастеры. Такое вот нежное мерцание. И вот сами по себе они очень-очень мягко и нежно наносятся. Так что тоже могу эти фломастеры порекомендовать. Считаю, все-таки, конечно, дороговато для таких фломастеров. Но все-таки. Ну и следующее, что я давно себе хотела купить, это художественные акварельные краски Санет. 24 цвета я взяла. Давно я хотела их. Посматривала, ходила между ними и белыми ночами. Дочка иногда мне давала свою акварель художественную гамма. Они с Санет очень похожи. Возможно, как-нибудь на днях, может быть, сниму обзор на Санет более подробный. Ну, то есть сравнение с гаммой. Гамма у нее тоже такая же в кюветках, как и Санет. И она в художественной школе раскрашила именно гаммой. Я несколько работ своих тоже делала. Последних. Показывала, по-моему, в последние месяцы. Вот в работах за июнь у меня были некоторые работы. Фоны я делала акварелью гамма. И вот прям буквально на днях у меня появилась такая вот покупка. Новая акварель. Она идет в кюветках. Вот так, когда смотришь, не очень понятно цвета, потому что, например, вроде кажется темной. Ну, а я сейчас покажу вам на выкраске. Здесь вот, конечно же, тоже прилагается. Такая вот, ну, что-то подобие выкраски. Номера цвета. Название цветов. Я жду, когда должны привезти в магазин художественный специальную коробочку для кюветок, потому что здесь не очень удобно. Такой вот картонный. Ну, хоть они, эти кюветки, отсюда достаются. Ну, то есть, можно достать и где-то, например, не пачкая раскрашивать. Ну, а я все-таки хочу специальный пенальчик. Можно будет добавлять другие цвета, которые мне понравятся. Здесь у нас идут белила, цинковые. Ганза лимонная, желтая средняя, желтая темная, охра золотистая, оранжевая, красная светлая, карминовая. Так, краб лак красный, английская красная, голубая, ультрамарин светлая, синяя, сине-зеленая. Очень красивый этот бирюзовый цвет. Я вам сейчас на выкраске покажу. Фиолетовая светлая, фиолетовая темная, изумрудная, травяная зеленая, зеленая темная, сиена натуральная, сиена жженая, умбра жженая, сепия, сажа газовая. Сажа газовая, ну, это практически черная, чуть-чуть небольшой такой серо-голубой оттенок имеет. Сейчас я вам покажу выкраску. Так, вот такая вот выкраска. Ну, кроме белого, конечно. Я сделала выкраску именно на акварельной бумаге. И, знаете, так непривычно. Привыкаешь, когда, вот, например, к детской акварели, как вот у меня детская акварель, у меня разные есть лучи разные, ну, то есть разные наборы. Наберешь воды, ждешь, размокает она потихоньку, раз, 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 с этой кисточкой мазюкаешь, мазюкаешь, пока ты наберешь какой-то цвет. А здесь тут буквально кисточкой мокрый, тут даже не нужно ни наливать, ничего, просто влажной кисточкой дотрагиваешься, проводишь, и уже появляется такой вот яркий, насыщенный цвет. Вот он, бирюзовый цвет, очень красивый, мне очень нравится такой цвет. Ультрамарин тоже обалденный. Вообще, все цвета, конечно, очень красивые. Ну, и это не все, что я купила из Санет. И я еще взяла дополнительно по штучке, по штучке, золото ацтеков. Я их еще не тестировала, не открывала, вот жду, когда привезут пенальчик для акварели. Так, золото ацтеков, светлое серебро и античное золото. Вот такие вот еще. Взяла отдельные кюветки. Ну, а там уже буду походу, если что-то какие-то мне будут нравиться, буду докупать и уже в пенальчик все складывать. Я уже в этом месяце сделала пару фонов в своих раскрасках именно уже этой акварелью. Ну, потому что, вот, например, видно вот небольшие такие вот уже выемки. И я очень осталась довольна, нисколько не жалею потраченных денег. Покупала в обычном, он не канцелярский, он магазин для художников. Вот такой вот набор. Возможно, буду поштучно белые ночи какие-то докупать, ну, то есть, если вдруг мне что-то понравится. Вот так. Поштучно 83 рубля стоила одна вот такая вот кюветка. Ну, вот все, что я вам хотела показать, свою новую канцелярию, новые раскраски, блокнот. Спасибо, что посмотрели мое видео. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк, сдавайте вопросы. Если кто не подписан, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выхода нового моего какого-то ролика, видео, может быть, обзора. Всем спасибо за внимание еще раз и всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok